Привет дорогие друзья, меня зовут Костя и с вами снова канал Лего обзоров и самоделок. Сегодня мы рассмотрим набор из серии Лего Креатор 3 в 1. Артикул 31067 от 7 до 12 лет, вечеринка у бассейна. Ну что, не будем отвлекаться и приступим к нашему обзору. Вот наша замечательная коробочка, 356 деталей. На лицевой стороне изображены два главных персонажа, мальчик и девочка, которые играют в настольный теннис. Имеется дом, небольшой бассейн и спасательный круг в виде желтой уточки. Сбоку еще два варианта сборки. Ну а на обратной стороне можно уже рассмотреть все модификации более подробнее. Увидеть то, что можно собрать из данного конструктора. Давайте откроем коробку, посмотрим что находится внутри. А внутри располагается 1 пакет, 2 пакет, 3 пакет, вот такая толстая инструкция. Инструкция, еще один большой пакет, пластинка и в принципе это все. Получается, что в данном наборе у нас всего 4 пакета, 3 маленьких и один большой. И вот такая очень толстая инструкция, в которой как раз мы сможем рассмотреть все варианты сборки. Ну что, приступим? Ну вот мы собрали наш набор, давайте рассмотрим его поближе. По традиции начнем с человечков. Первый персонаж это молодой человек-блондин. Лицо одностороннее, точно так же как и принты. Кстати, такой торсик в коллекции у меня есть. А вот таких волос данного цвета еще нет, поэтому это большой плюс. В целом мини фигурка достаточно простая. Второй герой коллекции это маленькая девочка с большим мороженым. В предыдущих наборах подобную девочку можно было уже встретить, потому что принты знакомые многим. Спереди и сзади все прорисовано, а лицо точно так же идет одностороннее. У каждого персонажа имеются свои аксессуары. У молодого человека это вот такой скейтборд. Ну а у нашей девочки мороженое. Также то, что есть у каждого из них я покажу немножко позже. Во дворе дома стоит небольшой столик для пинг-понга, для настольного тенниса, поэтому можно посоревноваться и посмотреть, кто из них сильнее. Далее, если мы посмотрим немножко левее, то увидим небольшой бассейн, где есть вот такой спасательный круг в виде желтой уточки. Почему-то я сразу вспомнил одного персонажа, если вы тоже вспомнили, то ставьте лайк. Причем бассейн можно при желании убрать, потому что эта конструкция модульная. Об этом еще немного позже. Но бассейн очень симпатичный. Есть вот такой трамплин для того, чтобы прыгать. Имеется какой-то небольшой, так скажем, лесок или деревья. Что это, я точно не знаю, но похоже на маленькие елочки. Если переместиться немножко в сторону дома, то увидим небольшой столик, где точно так же можно собраться с друзьями и перекусить. Он тоже убирается. И здесь можно увидеть интересную стену, где растет даже какая-то зелень. Что это точно сказать не могу. Возможно, какой-то узор. А может быть, это небольшой мини-водопад, откуда течет вода. Потому что есть вот такая небольшая раковина. В общем, кто что думает насчет этого, напишите в комментариях. Ну и вот так плавно мы перемещаемся во внутреннее убранство здания. Здесь вот такой симпатичный диванчик. Плазма, которая двигается. И есть большая колонка. Ну и у нас в углу валяется электрогитара. По сути, она должна стоять вот здесь. Сейчас попробую это сделать. Как видите, все уже падает. Но в целом, все объясняется. Почему так происходит, я вам потом позже расскажу. Вот такая гитара. Ее можно дать любому из наших персонажей. Есть даже небольшое крепление. И вот как-то так можно устроить целый рок-концерт. Сейчас попробую закрепить данный электроинструмент у молодого человека. И покажу, как это все происходит. Вот, выносим на улицу большую колонку. Включаем электрогитару. И начинается дискотека. Далее, здесь ничего больше вы не увидите. Диван, стол, подставка для колонки и электрогитары. И это все. Здесь окно. С этой стороны тоже окно и водосточная труба. Ну и имеется вот такой фонарь. Дверцы точно так же открываются. И по всему периметру очень много зелени. Различные цветочки, какие-то листочки и так далее. Ну и прекрасную крышу тоже мы должны рассмотреть. Потому что наверху есть барбекю. Так, сейчас подниму камеру и покажу вам более подробнее. Так что, секунду, минуточку. И вот такое замечательное барбекю, где можно собраться всей компанией и пожарить мясо. Причем вид здесь тоже прекрасный. Можно поместить сюда наших героев. Они могут позвать друзей. И ограждения не дадут им упасть. Ну и, конечно, по всему периметру очень-очень много цветочков. Сам домик выполнен вот в таком бежевом стиле. И красная крыша. Имеется даже труба от дымохода. Правда, зачем она здесь установлена, я понять не могу. Потому что внутри никакого камина, никакой печки нет. Так что, это для меня большая загадка. Ну, а теперь давайте я вам расскажу о суперских плюсах данного здания. Наверное, вы могли заметить, что когда я обозревал, что-то вываливается, что-то открепляется. Почему так происходит? На самом деле, это модульное здание. Такая суперская находка LEGO Creator, которую ранее я не встречал. Скорее всего, они начали использовать это с этого года или, может быть, с конца прошлого. При желании, мы можем... Смотрите, что сделать. Так. Убрать, во-первых, нашу дверь. Убрать стенку. Убрать окна. Раз. Два. Снять крышу. И у нас получается в итоге вот такой квадрат. И даже если вы будете потом конструировать еще две модификации набора, то, по сути, вам не придется разбирать его, а только вот из этих деталей сконструировать уже другие варианты набора. И теперь, по своему желанию, вы можете, к примеру, поставить двери вот сюда. Два окна вот сюда. Или можете, к примеру, здесь сделать стенку, а не окно. А окно поместить уже вот сюда. Причем это все уже на ваше усмотрение. Точно так же поступите и с крышей. И будет уже два мини-балкончика. То есть, как говорится, фантазируйте все на ваш вкус. Это реально очень классная находка. Я не сразу понял, в чем же фишка нового набора LEGO Creator. Но, блин, это офигенско. То есть, собрали кубик и сами переставили. Можно вообще здесь оставить вот такое небольшое пространство. Конечно, в наборе были и свои минусы. Это, во-первых, сами пакетики были не пронумерованы. И когда я собирал человечков, грубо говоря, голова была в одном пакете, тело в другом, ноги в другом. И точно так же и остальные элементы. Если бы пакетики были пронумерованы, и, к примеру, из первого пакетика собиралась вот эта часть, из второго вот это и так далее, было бы намного легче. Это вот такой небольшой минус, который я увидел в этом наборе. Ну, а в целом, ничего плохого больше сказать не могу. Надеюсь, вам понравилась эта модификация. Давайте теперь вкратце рассмотрим еще два варианта сборки нашего конструктора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот дорогие друзья и подошло к концу наше видео. Надеюсь вам было интересно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, репостите это видео себе в контакт. Ну а я же с вами не прощаюсь и как обычно говорю, до скорых встреч. До новых встреч.